Девушки отдыхают На первенстве Сибирского федерального округа в Томске расскажем совсем скоро Странные люди в Барнауле труппы Бийского драматического театра представила спектакль на Всероссийском фестивале Частная инициатива, где в Бийске создадут реабилитационный центр для участников военных действий. С этого и начнем выпуск Итак, мы начинаем вернуться домой, вернуться к нормальной жизни. В Бийске начали создание центра реабилитации для участников СВО. Речь идет о частной инициативе. Неравнодушные горожане, объединившись, создали фонд, выкупили полуразрушенное здание и начали в нем ремонт. Первыми в будущем центре побывала наша съемочная группа о том, какую помощь будут оказывать военным в новом учреждении и что нужно, чтобы открытие центра состоялось как можно скорее в сюжете Кристины Черновой. Малый зал для индивидуальных тренировок, большой для групповых занятий. А еще душевые, раздевалки, комната психологической разгрузки и кабинеты психологов. Известный в Бийске врач Владимир Панов проводит экскурсию по будущему центру. Вот здесь будет маленький зал для инвалидов. Здесь индивидуально с каждым пациентом будет занятие проводиться. На специальных тренажерах. Идея рождалась не одну ночь. В своей практике Владимир Леонидович все чаще сталкивается со случаями, когда наравне с физической помощью пациентам требуется помощь психологическая. Вот недавно парень приводили. У него оторвало ногу. Ребята молодцы. Хирурги прекрасно сделали все, сшили. Нога функционирует. Конечно, движения нет там, хотя бы, но своя. Своя стопа. И он больше года лежал в больнице. Ему и гормоны делали, антибиотики и все. Вот. И он растолстел. Двигается мало. Ему нужна сейчас вот такая реабилитационная помощь. А где его с ним возиться? Он на коляске. Ходит плохо. Поднимается, он немножко начинает ходить. Вот таких вот пациентов все больше и будет. А когда закончится все это? Куда нам их всех девать? Считается, что солдаты по своей натуре люди сильные характером. Но все это остается на передовой. А дома они нуждаются в поддержке и помощи. Работать с ментальными травмами могут только профессиональные психологи. Поэтому такой центр – просто необходимость. Прийти за помощью могут как военные, так и их семьи. Вот приходит он. Да я здоровый. Да со мной ничего не будет. А когда с ним начинают работать, после, предположим, полутора-двух часов, смотришь у парня, слезы появляются на глазах. Он вспоминает о друзьях, как кто-то погиб, кого-то вынесли, кого-то не нашли. И вот мы говорим, что психология, поддержка эта не нужна. Реабилитация, она обязательно нужна. Здание будущего центра – бывшее заводоуправление. Здесь уже практически заменили крышу, установили пластиковые стеклопакеты, подключили к электроэнергии. Основная задача сейчас – система отопления. Чтобы продолжить отделочные работы в холодные дни и ускорить запуск центра, нужны новые вложения и физическое участие. Многое делается волонтерами и самими участниками СВО. Цель была его, и как бы мы преследуем ее, чтобы сделать такой центр, что солдат пришел к себе домой. Во-первых, оговорюсь сразу, лечить будем всех. Имеется в виду всех участников локальных войн, конфликтов – это и чеченцы, афганцы. Те ребята, кто воевали за страну – это солдаты. Они имеют все права одинаковые. Разницы не будет. Лечить будем бесплатно. Хотя вы сами понимаете, финансовый вопрос – это не последний. Надо будет и сотрудникам платить, и все. Но самое главное – строительство. Вся стройка ведется на пожертвования людей. Вернуться не только домой, но и к нормальной жизни. А еще поговорить с теми, кто оказался в схожих условиях, получить внимание и поддержку. Здесь же планируют открыть музей и спортивный зал. Центр намерены расширять. Здесь уже сейчас понимают, что их помощь потребуется многим. Кристина Чернова, Андрей Сегаев. Будни. На реставрацию двух самых крупных пассажей Бейска – Второго и Фирсова. Сейчас необходим 1 миллиард рублей. Совет Федерации поддержал проект Алтайского края, направленный на восстановление памятников архитектуры регионального значения. Сейчас в Совете Федерации проходят Дни Алтайского края. Министр культуры нашего региона Елена Безрукова отметила, что власти края намерены восстановить бийские пассажи. Собственных средств на реставрацию ни у города, ни у края нет. Общая стоимость работ на пассаже Фирсова составляет около 600 миллионов рублей, на пассаже Второго – около 395 миллионов. Члены Совета Федерации поддержали предложение Алтайского края о реставрации данных памятников архитектуры. И к другим темам. День открытых дверей для предпринимателей проведут в Бийске. Уже завтра в Роскадастрии Наукограда, улица Вали Максимовой, 27, с 14 до 16.00 можно задать все интересующие вопросы. Предприниматели и юрлицы смогут получить подробные консультации по конкретным пакетам документов или отдельным вопросам, связанным с учетом недвижимости. А также задать специалистам управления и Роскадастра вопросы о регистрации права на объекты жилого и нежилого назначения, земельные участки, регистрации ипотеки и договоров долевого участия в строительстве, постановке на учет границ территориальных зон, населенных пунктов. Кроме того, узнать, как и какими способами можно получить различные виды сведений из реестра недвижимости. Провести ревизию домашних аптечек предлагают бейчанам. 5 октября экологам можно сдать пустые блистеры из-под таблеток, просроченные лекарственные препараты в любых тарах – ампулы, перчатки, маски, бахилы, неиспользованные шприцы и многое другое. Пятая по счету акция пройдет в Наукограде. При этом экосбор медицинских отходов приобретает все большую популярность у бейчан. Если осенью 2022 года собрали 19 килограммов медотходов, то весной-осенью 2023 каждый раз собирали более 70 килограммов. А в апреле 2024 рекордные 238 килограммов. Акция бесплатная. Сдать можно все, кроме лекарств с содержанием наркотических средств, градусников, баллончиков под давлением, использованных шприцев. Все собранные медицинские отходы будут термически обезврежены на установках утилит-сервиса с многоступенчатой очисткой уходящих газов. Как поясняют экоактивисты, эта компания использует современные экологические безопасные технологии, оказывающие минимальное воздействие на окружающую среду. 5 октября в субботу приглашаю вас на экологическую акцию «Сбор медотходов под население». Что вы можете принести на эту акцию? Лекарственные препараты с истекшим сроком годности. Те препараты, которые неправильно хранились, поменяли цвет, текстуру, запах. Все, что вы считаете подозрительным, даже если вы уверены, что перед вами фаблетка цитрамона. Если у вас есть препараты с неистекшим сроком годности, но вы не планируете ими пользоваться, вы можете принести на акцию «Мейкередодим» и в сообщество «Мейкередодим» и в сообщество «Мейкередодим» и в сообщество «Мейкередодим» Классический национальный русский балет Москвы представляет балет «Лебединое озеро» 29 сентября на сцене Городского дворца культуры. На нашей улице опять праздник. Пассивный доход на благо каждой семьи. Теперь знаю сама, узнаешь ты. АЭС Финанс. Узнал, передай другу. Сбережения до 20% годовых. Готовим клиентов для вашего бизнеса. В ассортименте. Телевизионные каналы в цифровом и кабельном эфире. Социальные сети. Сайт. Печатные СМИ. Оптом скидки. Бийская медиагруппа. 31 31 15. В эфире «Будни» мы продолжаем. На основной сцене Алтайского краевого театра драмы имени Василия Макаровича Шукшина «Бийчане». В рамках второго Всероссийского театрального фестиваля «Здравствуйте, люди!» труппы Бийского драматического театра представила постановку режиссера Артема Фоменко «Странные люди». И зимой, и летом мы фестиваль благодарим за это. Мы собрались из разных тоже света. Что рассказать не хватит слов. Конечно, вам в дороге было трудно, но в Парнауле будет вам уютно. Наш город вам подарит это чудо. Такое чудо – фестиваль. Фестиваль проходит в краевой столице с 18 по 27 сентября при поддержке президентского фонда культурных инициатив. За это время на подмостках барнаульской сцены участники из разных городов России и Казахстана покажут 13 спектаклей большой и малый форм по малой прозе Василия Макаровича Шукшина. Добавим, что зрители тепло приняли театральную труппу Наукограда. После завершения «Странных людей» актеров искупали в овациях и долго не отпускали. Корреспондент телеканала «Толк» Валентина Аскерова стала дипломантом конкурса Союза журналистов России. Ее специальные репортажи вошли в число лучших журналистских произведений этого года. Члены жюри оценили авторскую программу «Валентины. Я раскаиваюсь». Проект рассказывает о том, как внезапно может рухнуть привычный мир человека, как он готовится войти в новую жизнь после отбывания наказания. Также в число лучших журналистских произведений страны вошел специальный репортаж Валентины Аскеровой о жителе Алтайского края, которого приговорили к 11 годам лишения свободы за контрабанду Мака. Мужчина принял решение отправиться в зону СВО. Позже его помиловал президент Владимир Путин. Отметим, что награждение прошло на крупнейшем форуме для журналистов «Вся Россия» в Сочи. Хороводы, шаманский бубен, костры. Ярко и эмоционально встретили День осеннего равноденствия в этнокомплексе, расположившемся в уникальном месте левобережья Катуни. Александр и Максим – жители Барнаула. В День осеннего равноденствия они покинули шумную краевую столицу для того, чтобы попасть в уникальное место левобережья Катуни. Здесь в этнокомплексе разворачивается насыщенная программа, которая включает в себя знакомство со славянскими ритуалами и шаманскими обрядами. Праздник довольно ценный и для меня, думаю, и для Максима был в этот раз, потому что мы наполняемся энергией через все эти практики, празднества, объединения людей вокруг нас. Мы вдохновляемся, и последующий год, я думаю, у нас будет вдохновленным, мотивирующим таким, будет много новых каких-то успехов, много новых свершений. Я думаю, вдохновляю будет весь год. В День осеннего равноденствия в этнокомплексе закручивали хороводы. Звучал шаманский бубен, полыхали костры. Девушки преображались, надев этнические наряды. Захватывало духу тех, кто впервые прыгал через костер или пробовал пройтись по углям. Прочувствовать силу рода гостям усадьбы помог шаман. Мы в хороводах объединяем все наши энергии, благодарим, славим наш род, духов наших предков и приносим дары нашим предкам. То есть вспоминаем о них и получаем энергию и поддержку всех наших духов предков и нашего рода. Праздники в духе народных традиций – не единичное явление в крае. Летнее и зимнее солнцестояние, весеннее равноденствие, купальские дни и масленица. Для тех, кто неравнодушен к своим истокам и хотя бы немного верит в чудеса. В Барнауле открылась краевая выставка «Алтай мастеровой». Роспись по дереву, валяние из волока, лепка из соленого теста и даже художественная огранка камней. Каждый из мастеров силен в своем направлении. В этом году за звание народного мастера края борются 8 талантливых людей. На скрытие выставки побывали и наши корреспонденты. Это не краска, а шерсть. И она бывает так, что она ведет себя непредсказуемо. Именно потом, когда это все высохнет, придумать, как это все собрать на место и поставить, чтобы эти глаза не перекосились – это самое сложное. О сложностях работы рассказывают мастера-ремесленники. Так в выставочном зале Дома народного творчества открылась выставка работ мастеров-претендентов на присвоение звания «Народный мастер Алтайского края». В этой выставке у нас принимают участие 8 мастеров-ремесленников из Барнаула, Егоревского, Родинского, Черышского районов. У нас представлена художественная роспись по дереву, войлоковаляния, тестопластика, гончарные изделия. И в этом году такое новое направление – художественная обработка драгоценных камней. Звание «Народный мастер Алтайского края» присваивается с 2010 года. Комиссия оценивает изделия мастеров-претендентов по многим критериям. В первую очередь, конечно, это профессионализм. Потому что в начале работы представлялись намного слабее, чем последние годы. То есть уровень работ очень сильно вырос. Но оригинальность, естественно, кроме профессионализма. То есть композиция в первую очередь учитывается. По мнению посетителей, многих на этой выставке поразил барнаульский мастер по художественной огранке камней. Он работает в направлении концептуальный и конструктивный символизм. По его мнению, каждый камень несет свою мысль. Допустим, вот тот голубой камень ВДВ, на нем внутри распустившийся парашют со стропами, а поверху камня написано вверху аббревиатура ВДВ. Это сделано матовыми гранями, чтобы выделить. И на матовом фоне прозрачными гранями написано девиз «Никто кроме нас». На открытии выставки собралось более полусотни человек. Гости оценили все работы по достоинству. Очень много труда. Я понимаю, как это все сложно. Но мы работаем, бываем с тем, что рисуем бывает иногда. Но это очень сложно. Мастера прям вообще волосы. Потрясающе. Я даже не знаю. Это довольно трудно выбрать лучшего, ведь все они хороши. К слову, в крае почетное звание «Народный мастер» носят сейчас 40 мастеров-ремесленников. «Народные мастера Алтайского края – это, конечно, тот золотой фонд из всех и многочисленных, и замечательных, и талантливых мастеров, которые получают пожизненное удостоверение и являются такой визитной карточкой Алтайского края. И именно их, в первую очередь, мы отправляем для участия в межрегиональных, во всероссийских и других проектах». Помимо пожизненного удостоверения, народному мастеру вручат диплом и денежную премию в 50 тысяч рублей. Добавим, посетить бесплатную выставку можно до 31 октября. Юлия Щепина, Владислав Ковалев, Буднин. И к новостям спорта. Бийские спортсмены вновь в числе лучших. В Томске в минувшие выходные прошел чемпионат и первенство Сибирского федерального округа по карэш и борьбе на поясах. На престижные соревнования съехались больше 100 спортсменов из 10 регионов страны. Вечане показали достойные результаты, одолел соперников в ожесточенной схватке и стал первым в весовой категории до 65 килограммов Егор Гусаков. Призером первенства СФО признан Константин Сапожников. Он выполнил требования к нормативу кандидат-мастера спорта. Соревнования в Томске являются отборочными для формирования команды сборной России для участия в первенстве мира. Пришло время рассказать о погоде. 25 сентября в Бийске будет облачно. Ветер западного направления слабый. Атмосферное давление высокое. Влажность воздуха утром и поздним вечером тоже будет повышенной. Ближе к вечеру возможно умеренная геомагнитная буря. Ночью плюс три, плюс пять, днем плюс семь, плюс девять. Это все новости на сегодня. Подписывайтесь на нас в социальных сетях и следите за новостями нашего города. А также сообщайте о том, что вас волнует. Телефон редакции 313-507. Я с вами прощаюсь. Желаю вам хорошего настроения. До новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова